Мы продолжаем тему по части забытых, но эффективных лекарствах. И сегодня эту тему мы хотим объединить с темой о лечении заболеваний почек. Мы хотим рассказать вам об одном уникальном и совсем недорогом лекарственном растении, которое помогает справляться с разными почечными патологиями. Оно помогает и при мочекаменной болезни, то есть при камнях в почках и при пиелонефрите. И при инфекциях мочевыводящих путей и при цистите, и при многих-многих других почечных патологиях. А еще применение этого лекарственного растения помогает бороться с холециститом и желчекаменной болезнью. Кроме того, это лекарственное растение помогает справляться с отеками, причем не только почечного происхождения, но и с сердечными отеками тоже. Также применение отваров и настоев из этого чудо-растения помогает бороться с подагрой. С подагрическим артритом и в ряде случаев даже помогает справляться с такими трудноподающимся лечению заболеваниями, как экзема. Так, что же это за чудо-растение? Это чудесное лекарственное растение называется артосифон тычиночный. В простонародье его называют почечным чаем. И да, это не совсем забытое лекарство, то есть некоторые наши зрители конечно об этом лекарственном растении все-таки знают. Но с нашей точки зрения это лекарственное растение врачи выписывают своим пациентам гораздо реже, чем оно того заслуживает. Артосифон тычиночный или почечный чай лучше покупать в аптеках. Он продается россыпью в картонных упаковках или в виде фильтр-пакетиков. И выпускается он самыми разными производителями. При этом стоит это лекарственное растение совсем недорого. Настой или отвары из листьев артосифона помогают улучшить работу почек и работу желчного пузыря. Желчный пузырь легче освобождается от содержимого. Но самое главное применение препарата артосифона помогает как многие любят говорить, изгнать из организма лишние соли. В данном случае из организма выводится мочевина, хлорида и мочевая кислота. Кстати многих может порадовать еще один факт. При применении почечного чая порой довольно заметно уходит вес. То есть применение этого лекарственного растения помогает многим людям похудеть. А теперь очень важный момент. Повышение давления и развитие гипертонии очень часто происходит из-за плохой работы почек. Так вот, при применении артосифона очень часто нормализуется артериальное давление. Повышенное давление начинает снижаться. И кстати говоря при применении артосифона очень часто происходит снижение уровня холестерина в крови. Это тоже очень важно для многих наших зрителей. Что еще хорошо в применении артосифона, как мы уже говорили в начале ролика, помогает бороться с отеками не только почечного, но и сердечного происхождения. Еще применение настоя артосифона помогает бороться с мешками под глазами. Удивительно, что такое простое лекарственное растение, помогает легко справиться со многими заболеваниями. А чтобы о нем не забыть, сохраните это видео и поделитесь им с друзьями. Спасибо за ваши лайки, комментарии и конечно подписку на полезный канал.